300 тысяч за жизнь ребенка. Столько предложил виновник аварии убитым горем родителям. В Екатеринбурге стартовал суд над водителем, который на бешеной скорости сбил 11-летнюю девочку на остановке. Репортаж Арины Зеленской. Она лежала здесь, ее еще не закрыли. То есть просто лежала. Волосы немножко закрывали, лицо. Я сначала даже не поняла, думала у нее лицо повреждено. Он достаточно далеко от остановки. То есть получается, ну метров 20 точно он ее тащил на капоте. 11-летняя Настя возвращалась домой с занятий по математике. Девочка позвонила бабушке сказать, что садится в автобус. Но разговор был прерван. На большой скорости в нее влетела машина. Ребенок погиб на месте. Сегодня в суде ее мать Алена снова не может сдержать слез. Ребенок всегда соблюдал правила дорожного движения, всегда хорошо переходил дорогу. То есть она хотела жить. Вот все. Я не хочу, чтобы человек, который убил мою дочь, всего этого так легко. Это виновник аварии Алексей Бельков. Следствие установило, в тот день мужчина ехал по городу со скоростью почти 120 км в час. На его пути оказался встречный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель свернул направо, прямо на остановку, где Настя ждала автобус. Вину Алексей признал и попытался ее загладить. Встречались с родителями? Нет, не хотят встречать. После случившегося Алексей отправил родителям девочке письмо с извинениями и 300 тысяч рублей в качестве компенсации. Мы поехали, отказались, то есть не стали получать ни письмо, ни деньги. Даже пачкаться не хотим мы тебе деньгами. Хоть три миллиона, хоть я говорю. Просто это не те деньги, ребенка мне не вернуть. Так вот взял и решил, что человеку жить не надо. Просто потому, что ему захотелось быстро ехать, куда-то успеть. Убийца. Чем больше дадут, тем будет лучше. Адвокат подсудимого просит рассмотреть дело в особом порядке. Подсудимый подразумевает, что дело будет рассмотрено в упрощенном производстве и наказание будет не более две трети. По судебной практике, по такой категории дел, возможно, предусмотрена либо колония поселения, либо принудительные работы, либо колония общего режима. И моя подзащитная добивается максимального наказания. Алексею Белькову грозит пять лет колонии. Как указано уже в обвинении, это небрежность. То есть водитель двигался, он со скоростью, согласно заключению эксперта, около 118-125 км в час. Да, допустимая скорость движения при этом 60 км в час. После аварии злополучную остановку сначала огородили, а потом и вовсе перенесли. Это уже не первая трагедия в семье Краевых. Два года назад Алена потеряла старшую дочь Вику. Девушка скончалась от коронавируса. Крестной мамой была у Мастюшки. И вот получается, что у Мастеньки это тяжело было после того, как Викуля умерла. Жизнь до и после у меня разделилась просто. Сынулька, вот для него сейчас что-то, понимаю, надо делать. Арина Зеленская, Анастасия Хлевная, Радик Аскаров и Евгений Лапидус. События ОТВ.